Первыми на место прибыли наряды ГИБДД и ДПС. Они частично перекрыли движение на дороге. Через несколько секунд подъехали спасатели. Пока спасатели достают пострадавших из разбитой техники, прибывают первые реанимационные бригады. Прямо на обочине разворачивается мобильный госпиталь. По легенде, водитель и пассажир легкового автомобиля в крайне тяжелом состоянии. Медики констатируют клиническую смерть и приступают к реанимации. Пассажиров автобуса, роль которых выполняли волонтеры, осматривают медики. Одним оказывают помощь на месте, других транспортируют в городскую больницу для тщательного обследования. Сейчас пока заключение первого этапа. Это начальный этап. Второй этап – это принятие пострадавших согласно замыслу. Но на первом этапе особых замечаний нет. Общее количество пострадавших – 50 человек. Два тяжелых, один средний, 47 легких. Тем временем в городской больнице уже готовы к приему реанимационные палаты. Условия максимально приближены к реальным. Здесь проводится точная диагностика внутренних повреждений и принимается решение по тактике лечения. Для тех, кто меньше пострадал, открыты палаты травматологического пункта. Здесь же работает бригада психологов. Они в случае необходимости готовы оказать поддержку близким родственникам. Все сработали очень четко. Руководитель спасательных работ, который представлял 11-й УФПС города Анапы, руководитель спасательными работами по рации. Все полицейские отцепили место происшествия так, что никому, проезжающим машинам, учение не мешало. И, конечно, все сработали очень четко. Спасатели деблокировали по замыслу учения пострадавших и передали бригадам скорой помощи. Сортировочной бригаде регионального центра медицины катастрофы. С самого начала за ходом учений следило и руководство Краевого министерства. Действия анапских служб получили высокую оценку. Результативно работа служб слаженная, быстрая, отработана четко. Подобные учения на курорте проводятся регулярно. В преддверии Чемпионата мира по футболу вопрос обеспечения безопасности особенно актуален. И, как показывают такие тренировки, Анапа готова к любым чрезвычайным происшествиям. Никита Бойко, Руслан Душевский, Анапа. Регион.